Что делать, если срок вступления в право наследования пропущен? В этом случае возможно вступить в наследство либо с согласия всех наследников, в данном случае оформляется согласие, подается нотариусу. А нотариус аннулирует ранее выданное свидетельство и выдает уже новые свидетельства с учетом последнего наследника, который появился. А в случае, если все наследники не согласны, либо кто-то из наследников, уже вступивших в наследство, не согласен против вступления последнего наследника, то в этом случае возможно в течение трех лет подать исковое заявление в судебном порядке и вступить в наследство. При этом необходимо предоставить уважительные причины, которые подтверждали, что данный наследник не знал о том, что открылось наследственное дело, либо что у него были уважительные причины и он не успел в течение шести месяцев подать заявление нотариусу о вступлении в наследство. Кроме того, возможно такая ситуация о том, что просто наследник фактически принял наследство, но не подавал заявление нотариусу. В этом случае можно обратиться с заявлением к нотариусу, в подтверждении представить доказательства фактического принятия наследства, допустим, это проживание в данной квартире, которая осталась от наследодателя, либо также признать принявшим наследство через суд. Срок вступления в право наследования – шесть месяцев. Если срок пропущен, то вернуть право можно с согласия других наследников или в судебном порядке, но лишь при наличии уважительной причины. В наследство вместе с имуществом достались долги. Например, машина и невыплаченный за нее кредит. Можно ли не платить долг умершего родственника? В случае, если в наследственной массе, кроме наследуемого имущества, имеются еще и долговые обязательства наследодателя, то в этом случае возможно полностью отказаться от принятия наследства. Отказаться от принятия наследства в части у нас по законодательству невозможно. В том числе, даже если это несовершеннолетние, у нас наследники наследуют ему долговые обязательства в пределах суммы наследуемого имущества. То есть, если квартира стоит миллион и долговых обязательств в миллион, то этот миллион будет взыскивать с наследником. Чтобы более понятно было. В случае, если наследники отказались от принятия наследства, то по долговым обязательствам они отвечать не будут. При этом для отказа несовершеннолетних от принятия наследства необходимо обязательно согласие органа опеки и попечительства. Долговые обязательства наследуются в пределах суммы наследуемого имущества. Отказаться от части наследства невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok